У Гомельский Державный Цирк приехали московские артисты. Уже на этих выходных на манеже выступить легендарный цирк Никулина на Коляровом бульваре. Наш корреспондент Ганна Коральчук отправилась за кулисы, как доведаться, как и где подрыхтовка до нового шоу. Больше всего по секрету любят сушки. Жастые, несладкие сушки – это вот единая валюта вообще на весь коллектив. Это англонубийские козы, кексы, разынка. Таких на урат все день-нибудь убачишь на арене. От своих субратов они отрозняются высоким интеллектом и великими померами и практически не имеют характерного паху. Дрессировщики кажут, что працу за имя ускладняет минавито их розум. Живелы худко начинают шантажовать человека и постоянно выпрошивают ласунок. За это и обруч на шеи крутить будут. А это их коллега по арене – американский мини-хорс Фантик. Он – самый маленький дрессированный конь у свете. У карку его рост достигает 60 сантиметров. А может побить? Нет? А морковь побить, да? Со своими подопечными Алена Павлович приехала у Хомельс Москвы. А пош не раз была тут 10 годов тому. Кажется, за этот час многое у цирку изменилось. Чисто, просторно, есеная горячая вода. Полный комфорт для живел. Уже у вечера Эне отправятся на арену репетировать. Лошади у нас будут показывать два номера – это «Свобода» и «Высшая школа». В «Свободе» участвуют четыре белых терских лошади. Ну и в школе тоже терский конь, вот он перед вами. Его зовут Оксфорд, полная кличка. Ну, так как мы его сократили до Дуси. Это, правда, мальчик, но все равно Дуси. Ну, так получилось. Больше часу на адаптацию до нового места треба бурым медведям, яких дрессирует народный артист России Виктор Кудрауцев и заслуженная артистка России Вольга Кудрауцева. Право выступать в трупе знакомитого цирка имени Кулина отримливают только высококлассные артисты. Например, эти косолапы один и в свете мают водительское посвящение и кируют автомобилем и картингом. Им подуладны все навыки людей – езда на мотоцикле, скейтах, джанглирование кольцами и многое иншее. Не глядячи на свой грозный выгляд, гэтые мишки травоедные, селкуются у основных садовиной, молочными продуктами и ведома медом. Тем часом у дворы уже разминаются дрессированные собачки розных пород – от велизарных долгов до маленьких чихуахуа. На арене цирка уладковывает обстаневание для репетиции гимнастов и акробатов. В программе будут такие номеры, как поветранный полет, кола смерти и балетная вариация в пуантах на канате. Все артисты с нетерпением чекаются встречи с глядачами и кажут, что белорусская публика вельми удячная. Среди артистов пытаются такое мнение, что зритель здесь недостаточный, такой, как в Москве, допустим, наелся уже искусством, театрами, искушенный, да, можно так сказать. И поэтому здесь зрители теплые, отзывчивые, добрые, все смеются, ну, по крайней мере, это я чувствую, потому что, ну, клон, ну, что самое главное, заряд отдал, заряд получил. Поэтому здесь вот, ну, теплая такая обстановка зрительская, круто, мне очень нравится работать здесь. Примерный показ программы «Ура, ура!» Я в цирк иду от московского цирка Никулина пройдет в субботу в 17.00. Артисты будут выступать на Гомельской арене до 6-го Снежня. Гана Коральчук, Сергей Камко, Телерады, компания Гомель.